привет я роман душкин на научно-проследительском канале душкин объяснит я продолжаю погружать вас в пучины машины тюринга мы начали программировать машину тюринга я уже написал для вас две программы ссылка на видео про сложение будет здесь ну а мы переходим дальше давайте напишем а третью программу сегодня у нас вычитание давайте опять же действовать в унарной системе счисления и значит там напоминаю вам что у нас есть у марны система с числением при которой которой число n число n обозначается как единицы в степени n плюс 1 что значит степень n плюс 1 на штильницы написанная друг за другом n плюс 1 1 то есть 0 это единица единица это единица единица двое к этой единицы единица единица тройка это 4 единицы и так далее вот соответственно мы будем писать вычитание вычитание числа одного числа из другого но при этом у нас будет два ограничения уверен даже одно ограничение мы будем вычислять n минус m при этом n строго больше м вот это ограничение n больше строго м и мы не пишем программу где машина тюринга проверяет проверяет что n больше чем n n больше чем м да то есть мы полагаемся на то что из входные данные правильны и собственно мы будем рисовать опять же вот мы эту нашу бесконечную ленту рисуем машины тюринга дам и вот у нас соответственно ячейки наша головка машина тюринга стоит вот здесь вот у 1 цифра первого числа у 1 цифра первое число пусть это будет двойка двойка и мы будем вычитать из двойки единиц ну собственно сейчас напишем программу который будет из n вычитать м но при этом n должен быть строго больше чем м да вот теперь смотрите значит н-м минус м м минус м это знать что она записывается как единица а все книги n плюс 1 а m записывается как единица в степени м плюс 1 если мы друг от друга это вы ищем да от у нас получится единице в степени n минус m а просто да и поэтому нам нужно будет прибавить еще единицу вот это вот действие нельзя будет забыть потому что вот это вот эти две единицы друг другу уничтожит при вычитании вот давайте собственно такую программу и напишем она достаточно сложная по сравнению с тем что мы писали за перед этим принцип такой голов головка машины тюринга должна дойти до конца 2 а 2 числа значит до конца 2 числа и поставить здесь некий знак x бумаг знак x ставить значит у нас а функция как обычно имеет вот такую сигнатуру здесь мм другие это вот так но процессе вычислений мы можем пользоваться другими знаками любыми вот мы будем строить оставить x например да вот в конце второго числа мы будем ставить x соответственно но после того как мы выполнили арифметическое действие вот это вычитание мы должны все иксы стереть чтобы на ленте остались только 0 единицы вот это вот суть как бы наше упражнение то есть в процессе вычислений мы можем пользоваться другим алфавитом но конце вычислений все все другие символы должны стереть потому что наша функция вот такая вот сигнатура такая вот так что давайте запишем сигнатуру уже тело функции дельта и смотрите в начале у нас головка находится состояние q0 q0 да если состояние q0 она читают единицу то мы также переходим состоянии q0 оставляем на доске единицу и двигаемся вправо то есть вот мы прочитали единицу двинулись вправо тоже та же самая ситуация состоянии q0 видим единицу оставляю единицу двигаем вправо когда мы дошли до вот этого 0 помните пустые строчки пустые ячейки у нас 0 у нас астальное q0 мы видим ноль Это значит, мы прошли первое число. Первое число мы прошли. Значит, мы тогда записываем, переходим в состояние Q1, записываем 0, двигаемся вправо. То есть, вот здесь у нас, когда машина сюда пришла, головка своей, мы перешли в состояние Q1. В состояние Q1, очень просто. Если мы видим единицу, то есть, она вот уже сюда перешла. Если мы видим единицу, мы также остаемся в состоянии Q1 Пишем единицу, двигаемся вправо Если мы в состоянии Q1 видим 0 То мы пришли вот сюда вот Вот здесь вот мы в состоянии Q1 видим 0 То есть смотрите, состояние Q0 это у нас состояние, которое как бы проходит первое число Число N А состояние Q1 это состояние, в котором машина проходит второе число, число M И когда мы прошли второе число, то есть дошли до нуля вот здесь Мы должны перейти в состояние Q2, поставить вот эту метку x и вернуться. Вернуться на шаг назад. Теперь смотрите, в состоянии Q2, что будет в состоянии Q2? Если мы в состоянии Q2 видим 0, то мы оставимся в состоянии Q2, оставляем 0, двигаемся назад. То есть мы двигаемся назад. Если же в состоянии Q2 мы видим 1, вот мы перешли сюда, видим 1, да? То мы переходим в состояние Q3 Рисуем 0 И двигаемся налево Что происходит? Когда мы встретили первую единицу Мы перевели машину в состояние Q3 Следующее состояние Стерли эту единицу и пошли назад Искать первое слово Смотрите, состояние Q3 Если мы видим единицу То мы оставимся в состоянии Q3 Оставляем единицу и двигаемся назад То есть в состоянии Q3 Стерев последнюю единицу второго числа Мы переходим через второе число Если же в состоянии Q3 мы видим 0 То мы переходим в состояние Q4 Оставляем 0 Двигаемся влево То есть мы вот сюда вот пришли в состояние Q3 Оставили здесь 0 Передвинули сюда, но перевели машину в состояние Q4 Смотрим, что в Q4 В Q4, если мы видим состояние 0 Мы так и оставимся в состоянии Q4 Оставляем 0, двигаемся влево Если же в состоянии Q4 мы видим единицу, то мы переходим в состояние Q, сейчас мы узнаем какое, пишем 0 и двигаемся направо, назад. То есть в чем суть? Мы пришли сюда, нашли последнюю единицу первого числа в состоянии Q4, удалили ее, то есть плохо написал, мы ее заменили на 0. И теперь внимание вопрос, в какое состояние нам нужно перейти? Что нам нужно делать дальше? Мы эту единицу убрали и должны двигаться назад, двигаться назад, чтобы найти следующую с конца единицу. А это мы уже написали, это у нас состояние Q0, то есть вот здесь вот должно быть состояние Q0, то есть в состоянии Q0 мы увидим 0, ну сначала единицу, потом увидим 0. 0, 1, перейдем в состояние Q1, дойдем до конца, поставим знак X, до нуля дойдем, поставим знак X, вернемся, сотрем вот эту единицу и пойдем назад стирать вот эту единицу. И так пока мы не дойдем до вот этого нуля, потому что вот когда мы дойдем до этого нуля, мы просто пойдем назад сюда. Вот, дойдем до первой единицы. И здесь будет такая очень хитрая вещь. В состоянии Q1 мы пойдем как бы назад в состоянии Q1 и наткнемся на знак X, который будет написан вот вместо последней единицы. Таким образом нам нужно дополнить нашу машину правилами, что если в состоянии Q1 мы встретим X, то мы должны в состоянии Q1 встретим X, он будет... Как бы этот X будет записан вот здесь вот, то есть вот у нас вот будет это число, вот это вот число, которое осталось N-M, единиц, и X будет вот здесь. Значит мы должны перевести состояние машины в состоянии Q6, а не Q6, давайте 5, у нас 5 не было. Нарисовать единицу, это вот эта вот единица, то есть вот эта вот единица, даже как-то... Вот эта вот единица, и двинуться направо. Если в состоянии Q5 мы видим X, мы должны перейти в состояние Q5, нарисовать 0 и двигаться направо. Если же в состоянии Q5 мы видим 0, то мы останавливаемся. Ну и собственно оставляем 0, можем двигаться направо. Все. Вот такая получилась замысловатая программа, которая использует дополнительный символ на ленте, который потом должна стереть. В общем-то изучив три программы для машины тюринга, вы теперь должны более-менее понимать принципы программирования машин тюринга. Но мы их... я их сформулирую в следующий раз. Так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео. Ну, а сейчас пишите комментарии, если что-то непонятно, или вы нашли в моих выкладках ошибку. Я не удивлюсь, если она там есть. Программировать машину тюринга очень сложно, а это императивное программирование. Мне оно дается в 100 крат тяжелее, чем обычным программистам. Ну, если не найдете, то напишите, что не нашли. Прямо сейчас ставьте лайк, и снова напоминаю, что подписаться на канал нужно. Это Google и YouTube любят. Все, с вами был Роман Душкин, до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok